Время от времени режиссер трансляций на футбольных матчах выхватывает на трибунах лица тех или иных звезд. Футбол — великая игра, которая объединяет всех вне зависимости от пола, расы или статуса. Мы представляем клубы, которые поддерживают мировые знаменитости — актеры, певцы и даже главы государств. Ранее на канале выходили подобные видео, в которых мы рассказывали, кого поддерживают знаменитые актеры, рэперы и спортсмены. Время очередной серии, так что располагаемся поудобнее. А перед тем, как мы продолжим, попробуйте ответить на вопрос. Друзья, какой бывший профессиональный футболист после завершения карьеры стал кинозвездой? Ангела Меркель. Энергии Котбус. В Глори Хантерстве немецкого канцлера точно не обвинишь, так как болеет она за более чем провинциальный клуб. Энергии во времена разделенной Германии не выигрывали ничего в чемпионате ГДР. Что уж говорить о времени Бундеслиги. Финал национального кубка в 1997 году — вот главное достижение клуба, который сейчас барахтается в четвертом по силе дивизионе Германии. Меркель выросла в городе Браденбург, в ГДР. Рядом находился город Котбус, в котором и располагается клуб Энергия. Однажды Ангела призналась, что симпатизирует им, а в 2006 году даже стала почетным членом клуба. Британский Джеймс Бонд родился в городе Честер, что в 25 километрах к югу от Ливерпуля, потому его симпатии легко предугадать. Крейг не раз посещал матчи любимой команды на Энфилде, где его ловили папарацци. В Ливерпуле гордятся тем, что такой знаменитый актер поддерживает их клуб. Что уж говорить, если даже легенда Мерсесайта Стивен Джерард как-то ждал Крейга в подтрибунке, чтобы с ним сфотографироваться. Джерард точно хорошо мог бы сыграть Бонда. Он великолепный лидер. Однажды сказал Дэниел в интервью. Кстати, Крейг не скрывал своего восторга, когда Ливерпуль возглавил Юрген Клоп. Дэниел был уверен, что с этим тренером его любимая команда выйдет на новый уровень. Как вы можете убедиться, этот актер неплохо разбирается в футболе. И он явно рад прогрессу команды, особенно ее атакующему трио Салахман и Фермина. Кстати, в одном из недавних видео мы представили лучшие атакующие трио в 21 веке. Разумеется, и ливерпульской связке нашлось место в нашей подборке. Советуем посмотреть. Шон Бин. Шеффилд Юнайтед. Очередная британская знаменитость, которая отчаянно топит за клуб из родного города. Шон Бин, известный по ролям Боромера во «Властелине колец» и Неда Старка в «Игре престолов», как-то признался, что его мечтой в детстве было когда-нибудь сыграть за Шеффилд. И знаете что? Ему это удалось. Правда, в кинофильме. В 1996 году Бин исполнил роль футболиста Шеффилда Джимми Мура в картине «Когда наступает суббота». Советуем пересмотреть, если желаете окунуться в атмосферу британского андеграунда футбола 90. ВИГО МОРТЕНСОН БИШИКТАШ А это очередной актер, который плотно ассоциируется с трилогией «Властелин колец». Он тоже неравнодушен к футболу. Мортенсон вообще интересная фигура. Он не любит медийность. Проводит много времени на ферме, где катается на лошадях. Но и клубные пристрастия у ВИГО необычные. Новозеландец влюбился в эту игру, когда в 2012 году в Стамбуле снимался в фильме «Два лика января». Мортенсон так впечатлился походом на стадион Бишикташа и Няню, что заезжал на игры клуба еще несколько раз и активно поддерживал его в соцсетях. Робби Уильямс Порт Вейл Знаменитый английский певец родился в городе Сток-он-Тренд. И вроде бы по логике вещей должен был болеть за Сток-Сити, не так давно игравший в АПЛ. Но выбор Робби Бобби Уильямса пал на другой городской клуб – Порт Вейл, который никогда в своей истории не играл в высшем дивизионе английского футбола. Полуфинал Кубка Англии в 1954 году – наивысшее достижение в истории клуба. Но Робби это не смущает. Он искренне поддерживает Порт Вейл и владеет большим числом клубных акций. Елизавета II Арсенал Скорее всего, вы даже не догадывались, что английская королева – один из самых преданных фанатов Арсенала. Она начала болеть за клуб еще задолго до прихода Арсена Венгера. В Британии пишут, у Елизаветы II стаж болельщика более 50 лет. Вот что рассказывал в интервью бывший игрок канониров Сеск Фабригас. Кажется, королева действительно интересуется футболом. Она сказала нам, что является поклонником Арсенала. Елизавета II точно знала, кто я такой. И мы обменялись несколькими особыми словами. Сейчас Арсенал переживает непростые времена. Но у него есть большая армия фанатов, в том числе и среди звезд. Клуб поддерживают. Том Круз, Роберт Паттисон и Эндрю Гарфилд. А в 2005 году рэпер Джей Зи чуть не купил акции Арсенала. Кевин Костнер. Арсенал. Но есть у канониров и другой, не менее именитый фанат, который дал фору всем вышеперечисленным. Это звезда Голливуда 90-х Кевин Костнер. Однажды он собрался пойти на домашний матч Арсенала, но, как выяснилось, игра проходила на выезде. Так вот, актер арендовал частный самолет и преодолел на нем более 300 километров, чтобы успеть к началу матча. Вот как Костнер вспоминает начало своего фанатского стажа. Во время съемок фильма «Робин Гуд» «Принц воров» меня пригласили как гостя посмотреть матч Арсенала, и я даже не знал, чего от этого ожидать. Был просто потрясен. Даже не осознавал, как много эмоций это может вызывать. Не представлял себе, что люди могут так петь, поддерживая свою команду, и был просто этим очарован. Хабиб Нурмагомедов. Реал. То, что Хабиб страстный футбольный болельщик, мало для кого является секретом. Звезда UFC регулярно посещает топ-матчи и дает комментарии, в которых анализирует игру. А Криштиану Роналду Нурмагомедов называет своим другом и лучшим футболистом в истории. В феврале 2021 года Хабиб отправился на Камп Ноу, чтобы поддержать Парис Инжермен в матче Лиги Чемпионов, и сопроводил фото из Мадрида тегом. «Хала Мадрид». Официальный аккаунт Барселоны ответил, что еще не поздно поменять мнение. В ответ дагестанец признался, что болеет за Реал с 1998 года, но при этом не отрицает величие каталонского гранда. Эд Ширан. Ипсвич. Один из самых популярных музыкантов современности с детства болеет за клуб, о котором мало кто знает за пределами Англии. Сейчас Ипсвичтаун болтается в Лиге 1, третьем по силе дивизионе британского футбола. Но когда Ширану было 10 лет, клуб выступал в АПЛ и даже пробивался в кубок УИФа. Эд вырос в провинции Сафолк, где Ипсвич был главным клубом, так что неудивительно, что он болеет за него. И время от времени выступает в футболке с его логотипом. Ну а недавно Ширан подписал однолетний спонсорский контракт, по которому на форме Ипсвича будет располагаться реклама его международного тура. Группа Касабиан Лестер Сити Участники Лестерского квартета регулярно появляются на матчах Лис. А гитарист Серж Пиццорно вообще мог стать футболистом. Англичанин – автор, пожалуй, самого красивого гола из всех забитых непрофессиональными игроками. В 2012 году он забил мяч Дэвиду Симону в благотворительном матче так, что тот наверняка вспомнил легендарный гол Рональдиньо. Касабиан вошли в историю футбола еще в 2005 году, когда их песня «Клабфуд» стала ведущей в саундтреке для хулиганов «Зеленой улицы». Ну а в 2009-м у них вышла композиция с говорящим названием «Андердог». Спустя семь лет они сыграют ее на родном Кинг Пауэр Стэдиум в честь сказочной победы Лестера в премьер-лиге. Кроме того, их композиция «Онфай» стала заглавной в заставке матчей премьер-лиги сезона 2010-11, по которой сейчас скучает каждый болельщик АПЛ. Кира Найтли – Вестхам. Эта известная во всем мире женщина поддерживает лондонский клуб. Актриса родилась в столице и с детства ходила на домашние игры Вестхама вместе с отцом. Более того, имя Найтли внесено в зал славы молотобойцев. Кира признавалась, что, живя в Лос-Анджелесе, вставала в пять утра и шла в ближайший паб, чтобы посмотреть игру любимой команды. У Вестхама вообще солидная армия преданных звезд. За клуб болеют Мэтт Дэймон, Кэти Перри, Барак Обама и, само собой, Элайджа Вуд, сыгравшие главную роль в фильме «Хулиганы зеленой улицы». Рассел Кроу. Рома. Ну а за какой клуб еще болеть главному гладиатору в истории кино? Как будто у Рассела вообще был выбор. Нет, был, конечно, вариант начать симпатизировать Латсу. Но Рома подсуетилась и пригласила Кроу на домашний матч, где ему вручил именную футболку сам Франческо Тотти. С тех пор актер время от времени заезжает на стадио Олимпику, чтобы вновь пропитаться атмосферой футбола вечного города. Дженнифер Лопес. Реал. Сложно сказать, болеет ли американская поп-дива за Реал или персонально за Роналду. Лопес и Криштиану давно дружат. Португалец даже приезжал на ее день рождения в Лас-Вегас в 2016 году. В свою очередь, Джей Ло регулярно посещала игры Реала, когда там играл Криро, и привозила с собой своих детей, двойняшек Макса и Эми, которые сидели рядом в футболках мадридского клуба. Джеки Чан. Манчестер Сити. Неожиданно, правда? Сами удивились, когда узнали. В 2012 году Манчестер Сити проводил предсезонные игры в Китае, где игроки команды встретились с легендарным Джеки Чаном. Тогда актер признался, что уже давно болеет за горожан. Да, я фанат Сити. Когда был молод, активно поддерживал именно эту команду. Кроме того, болею за сборную Гонконга из моего родного города. Кстати, хочу сказать, у меня много друзей в Англии, потому поддерживаю и сборную этой страны. Кэмерон Диас. Брэндфорд. Как актриса из Калифорнии умудрилась начать поддерживать клуб из английского подвала? Над этим вопросом многие ломали голову, когда видели Диас на Гриффин-парке в Лондоне. Раскрыл тайну бывший президент Брэндфорда Дэн Тано. Он владеет рестораном в Лос-Анджелесе, куда однажды наведалась актриса. Там же, в заведении, Тано и пригласил Диас на игру своего клуба, когда она окажется в столице Британии. Кэмерон втянулась и теперь старается посещать игры команды, если находится неподалеку. Элтон Джон. Уотфорд. Старина Элтон не просто большой фанат Уотфорда. Он один из главных людей в его истории. В далеком 1976 году уже тогда популярный музыкант выкупил контрольный пакет акций клуба из подвала английского футбола, занял кресло президента и потихоньку стал двигать его вверх. Под руководством Джона Уотфорд дорос до элитного дивизиона и даже вышел в Еврокубке. Правда, с годами Элтон охладел к футболу и в 1987 году продал акции клуба. Затем вернулся, но в начале 2000-х снова ушел. «Чтобы не произошло, я останусь самым преданным болельщиком Уотфорда в истории», сказал музыкант на прощание. Новак Джокович. Милан. Первая ракетка мира Джокович родился в Белграде, а проживает в Монте-Карло. Но футбольные пристрастия серба никак не связаны с этими местами. С детства он поддерживает Милан. «Схожу с ума, когда Милан играет. Мой папа был профессиональным футболистом, и мы всегда смотрели матчи Милана. Разумеется, буду болеть за эту команду всю жизнь», — как-то признался Новак. Помимо Джоковича, за Рассанери топит Джордж Клуни, у американского актера есть вилла на озере Кома, где он время от времени зависал с Дэвидом Бэкхэмом, когда тот выступал на Сан-Сиро. Моника Белуччи. Интер. Одна из самых сногсшибательных актрис в истории кинематографа болеет за другой миланский клуб «Интернационале». Как оказалось, секрет прост. Модельное агентство, где Моника начинала свою карьеру, располагалось рядом с Сан-Сиро, и девушка иногда заглядывала на игры команды. Правда, судя по всему, сейчас Белуччи не так уж любит футбол. Вот что она говорила по поводу идеи сокращения времени матчей с 90 до 60 минут. «Это же здорово, теперь моя вторая половина будет уделять мне больше внимания, вместо того, чтобы таращиться в плазму. Поддерживаю двумя руками, чтобы футбольные матчи были меньше по времени. И сейчас говорю не только про себя, но и за многих женщин Италии». Ума Турман. Интер. Очередная известная актриса, которая замечена в симпатиях Нерадзури. Вот что звезда фильма «Убить Билла» рассказала в одном из интервью. «Помимо того, что я люблю моду и Италию в целом, обожаю итальянский футбол. Когда жила в Милане, то часто ходила на Сан-Сиро, чтобы поболеть за «Интер». Этот клуб произвел на меня неизгладимое впечатление. В принципе, интересно было бы понаблюдать за другой командой из этого города. Но я навсегда останусь болельщицей Нерадзури». Джерард Батлер. Селтик. А вот это один из самых отчаянных болельщиков в нашем рейтинге. Хотя после роли в фильме «300 спартанцев» вряд ли кто-то сомневается, что этот парень способен яростно выражать свои эмоции. Батлеру было бы логичнее болеть за пражскую или роттердамскую спарту. Но Джерард родился и вырос в Шотландии, так что его сердце давно принадлежит Селтику из Глазго. Кстати, в 2011 году Батлер сыграл за свой любимый клуб против Манчестера Юнайтед. Правда, в благотворительном матче, деньги с которого пошли на помощь голодающим африканцам. Тогда Джерард помог оформить хэт-трик знаменитому Хенрику Ларсону. Но и должны сказать, что Селтик невероятно популярен среди селебрити. За него болеют Лана Делорей, Джеймс МакЭвой и Роберт Дауни-младший. Гай Ричи. Челси. Ну а тут, наверное, каждый бы догадался без подсказок, какой любимый клуб у одного из главных режиссеров современного кинематографа. Ричи давно и страстно болеет футболом и поддерживает Челси. Именно на Стэнфорд-Бридж он познакомился со своей будущей женой Мадонной. Впоследствии они приезжали на игры клуба вместе. Иногда даже откладывая съемки и концерты ради посещения футбола, Ричи снял потрясающий рекламный ролик для Найк, который вы наверняка видели в конце нулевых. Кстати, Гай Ричи очень дружен с Дэвидом Бекхэмом, которого в итоге пригласил сняться в своей картине «Меч Короля Артура». Друзья, а кого из популярных людей вы знаете в роли болельщиков? Черкните об этом в комментариях. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Благодарим! Субтитры сделал DimaTorzok